Президентские выборы на Украине Эти факторы могут изменить ситуацию Аль-Язера, Катар, Сафуан Джулак, Аль-Язера, Катар 14 марта 2019 года Программами и заявлениями кандидатов переменные в уравнении украинских выборов не ограничиваются Есть еще целый ряд факторов, которые определяют границы тех самых программ и обещаний Их влияние варьировалось в зависимости от политической конъюнктуры на протяжении последних пяти лет Но не учитывать сегодня их нельзя Демография и географическое разнообразие регионов оказывает наибольшее влияние на электоральные процессы на Украине Так как тесно связано с культурным, языковым и рядом других социально-политических факторов Как известно, южные и восточные регионы, прилегающие к границе с Россией, до революции достоинства и других событий в 2013 и 2014 годах были наиболее благоприятными областями для кандидатов Лояльных России или полагающихся на ее поддержку Здесь проживает по большей части русскоязычное население, и значительная его доля приходится на жителей русского происхождения Кроме того, эти регионы отличаются глубокими социально-экономическими связями с Россией Аннексия Крыма на юге и начало войны против пророссийских сил на востоке страны изменили результат данного уравнения в пользу сторонников Запада Кандидаты от восточных регионов потеряли по меньшей мере 3,5 миллиона голосов Возможно, это и стало причиной отзыва кандидатуры Евгения Мураева несколько дней назад, родившегося на востоке Украины Он призывал восстановить официальный статус русского языка, в то время как остальные кандидаты заявили, что не против русскоговорящих граждан Их цель – успокоить этот сегмент и, по-видимому, получить их голоса По мнению политолога Александра Палия, после 2014 года в результате выборов к власти не сможет прийти пророссийский президент или пророссийское большинство в парламенте Возраст и выход на пенсию вне всякого сомнения выдвигающие лозунги присоединения к ЕС и НАТО Западники на Украине полагаются на молодежь На местах революцию достоинства называли Евромайданом, после чего она превратилась в кровавое противостояние Наиболее активное участие в нем приняла молодежь, особенно студенты большинства регионов Украинцы постарше, как правило, лояльны России или занимают нейтральную позицию Особенно если учесть призывы Запада и МВФ к реформам по повышению пенсионного возраста и другим ограничениям унаследованных от советского периода институтов Здесь кандидаты делают ставку на потребность пенсионеров в стабильной и безопасной жизни И наиболее заметным из них на президентских выборах 2019 года является лидер радикальной партии Олег Ляшко, чья кандидатура пользуется популярностью среди пенсионеров Ляшко позиционирует себя в качестве народного президента Источники газа Газ нужен и сменяющим друг друга правительством, и простому народу Пророссийские кандидаты всегда могли получить политические ревиденды, заявив о неизбежном падении цен на этот энергоноситель Сегодня на Украине влияние этого фактора изменилось после того, как страна обратилась к практике реимпортирования российского газа из европейских стран по ценам ниже, чем в случае импорта из России напрямую Будучи нервом экономики, транспортной и отопительной системы на Украине, газ становится центральным пунктом повестки некоторых кандидатов Они обещают снизить цены до рекордного уровня Например, Юлия Тимошенко пообещала снизить цены на газ наполовину, что составляет примерно четверть доллара Тем временем лидер партии «Простых людей» Сергей Каплин обещает снизить цены до четверти текущего показателя Война и безопасность война на востоке страны – это новый фактор, влияющий на украинские выборы, и общий знаменатель для всех кандидатов Однако они рассматривают проблему с разных точек зрения Партия «Оппозиционный блок», представляющая собой остаточное образование бывшего пророссийского режима, выдвигает лозунг мира и продвигает диалог с Москвой По мнению партии, это единственный и наименее затратный способ прекратить войну Что касается прозападных политиков, составляющих сегодня большинство Они верят в сближение с НАТО и помощь Альянса и США как способ остановить агрессию России, не допустить ее экспансию или заморозить конфликт с этой страной Нынешний президент Украины Петр Порошенко в последние годы строит сильную армию, создавая лояльные и профессиональные силовые структуры, такие как Национальная гвардия и новые полицейские силы Открытость и свободы одним из новых факторов, определенно влияющих на взгляды избирателей, становится свободой и уровень открытости, достигнутой Украины с Европейским Союзом и многими странами мира Внутренние свободы без ограничений, соглашение об отмене визового режима, свободная торговля с несколькими странами и международными рынками открыли украинцам двери для дальнейших действий и перспективы экспорта после закрытия российского рынка Президент Порошенко в своей кампании акцентирует внимание на этом достижении и приписывает его себе, в то время как по заявлениям Тимошенко, она создаст Украине новый имидж, базирующийся, по мнению аналитиков, на том же сближении и открытости Новые лица на прошлых президентских выборах на Украине Большинство кандидатов были выходцами из политических или экономических кругов, возглавляли партии или были богатыми бизнесменами Президентские выборы, назначенные на 31 марта, выдвинули вперед новые лица из таких сфер, как медицина, туризм и даже шоу-бизнес Децентрализация одним из новых факторов, которые, скорее всего, повлияют на результаты предстоящих выборов, является вступление в силу закона о децентрализации Украины и введение больше независимости от властей в столице или региональных администраций Фактически, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко, начавшая кампанию почти год назад через центры услуг в городах и пригородах, подняла свою популярность до вполне конкурентоспособного уровня после ее беспрецедентного снижения Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ